С 1 августа в Тверской области возобновляют работы кинотеатры. Соответствующее постановление было подписано главой региона Игорем Рудене в середине июля. Напомним, открытию заведения предшествовали 4 месяца простоя в связи с пандемией коронавируса. С чем руководители кинотеатров столкнулись за это время и что будут показывать с возвращением зрителей в кинозалы, обо всем этом в нашем следующем сюжете. Дождались. Примерно так одним словом можно описать эмоции тверетян, которые находятся в предвкушении открытия кинотеатров. В последний раз кино на большом экране жители Твери смотрели в конце марта, после чего двери заведения оказались закрыты из-за докатившейся до Верхней Волжьи пандемии коронавируса. Однако определенные успехи в борьбе с инфекцией позволили региональным властям пойти на послабление ограничительных мер. Вслед за зонами отдыха, торговыми центрами и заведениями общественного питания открываются кинотеатры. Очень соскучились и по кино, и по кафе. Ждем, конечно, пойдем. Почему нет? На детское только что-то мы ходим. Мы уже давно на взрослые не ходим. Сидеть с апреля месяца дома. Мы обязательно будем посещать все общественные места с ребятишками. Особенно дети очень сильно соскучились. По кино, по мультикам, по общению. Соскучились, конечно. Планируем. Но надо смотреть, что будут показывать. Впрочем, если для зрителей возобновление работы кинотеатров праздник, то для руководителей этих заведений сильная головная боль. Сразу оговоримся о возвращении полноценных киносеансов, подобных тем, что проходили в докоронавирусное время, говорить пока не приходится. Инфекция, даже несмотря на положительную динамику, все еще распространяется. А потому в своей работе кинотеатры обязаны придерживаться установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических правил. Главное из них – залы должны заполняться не более чем наполовину, а рассадка зрителей осуществляется с учетом соблюдения социальной дистанции. Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее полутора метров при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре, в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне кинобаров кинотеатра, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов кинобаров и сидящих мест в фойе. Осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые два часа всех контактных поверхностей в фойе кинотеатра, туалетных комнат и кинозалов. Регулярно проветривать помещения. Все эти предписания добавили работы руководству развлекательных заведений. В непростое финансовое время, в которое перед кинотеатрами стоял реальный риск сокращения кадров и огромных финансовых потерь, приходилось думать еще и о том, что рано или поздно работа возобновится, и к этому нужно суметь подготовиться. Пытались найти себе работу и сделать, что нельзя было сделать в таком нон-стопе с постоянным присутствием зрителей. Провели некоторый косметический ремонт, проводили техническое обслуживание техники. Внимание в основном туда было направлено. Ну и сохранение коллектива, это, наверное, первое очередное, что из задач стояло. Тем не менее, период простоя позади. Теперь для зрителя главный интерес представляет содержание проката Тверских кинотеатров. Завесу тайны на прошлой неделе приоткрыла министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. По ее словам, за время пандемии коронавируса был полностью пересмотрен подход к прокату, выстроена новая система регулирования в киноиндустрии. Министр заверила, что знает, чего хотят увидеть люди, вернувшиеся в залы. Это легкие романтические комедии и, естественно, речь идет о российском кино. Менеджер по репертуарному планированию кинотеатра «Панорама» Сергей Кузьменко уверен, что это хорошая возможность для создателей отечественных картин вернуть себе позиции, прежде завоеванные Голливудом. Как говорит молодежь, возвратить утраченный спот. Кинотеатры, в том числе и по всей России, очень сильно надеются на то, что российские продюсеры воспользуются возникшей ситуацией и поставят свои крупные узкобюджетные фильмы в этот период, когда голливудское большое кино меняет свои даты и, в принципе, не готово пока выходить на российские экраны. Воспользоваться этим они получат не только хороший поток зрителей и положительные отзывы о фильмах, но и должны заработать определенную выручку, которая им позволит дальше продолжать съемки, не останавливать процессы. Даже несмотря на положительную динамику по заболеваемости коронавирусом и соблюдению кинотеатрами всех предписанных мер, поход в кино следует планировать со всей серьезностью. Не следует пренеберегать средствами индивидуальной защиты, а выбор, советуют специалисты, стоит делать в пользу кинотеатров с большими залами. Ведь в просторных помещениях, как известно, куда легче соблюдать социальную дистанцию, а большой экран поможет вам целиком погрузиться в атмосферу большого кино после долгой паузы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok